Два тела массы m малая 1 кг и m большое 2 кг связаны невесомой нерастяжимой нитью, привязанной к потолку кабины лифта. Сила натяжения нити известна и равна t 40 ньютонов. Найдите силу натяжения в верхней нити. Ускорение свободного падения g равно 10 метров на секунду квадрат. Для начала запишем наши условия. m малая равно 1 кг. m большое равно 2 кг. Сила натяжения нижней нити t равно 40 ньютонов. Ускорение свободного падения g 10 метров на секунду в квадрате. Найти силу натяжения в верхней части нити, t верхняя, неизвестно. Перерисуем наш рисунок. По условиям мы видим, что сила натяжения нижней нити больше, чем сила тяжести m большой g. Отсюда следует, что у нас есть ускорение и оно больше нуля. Это ускорение будет направлено вверх, чтобы увеличить силу натяжения. Рассмотрим действие сил по оси ух на первое и второе тело. Ось ух мы направим вверх. Для первого тела по оси ух у нас будут действовать следующие силы. Сила натяжения t минус силы тяжести m большой g и все это равняется произведению массы m большая на ускорение a. Для второго тела по оси ух у нас будут действовать следующие силы. Сила натяжения верхней нити минус силы тяжести mg и минус силы натяжения нижней нити t. Все это равняется произведению массы на ускорение. Таким образом мы получили систему. Решим ее. Для этого первое выражение мы разделим на m большое. Второе выражение мы разделим на m малое, чтобы выразить ускорение в первом и во втором случае. Тогда в первом случае ускорение a будет равняться Сила натяжения нижней нити минус силы тяжести m большое g, знаменатель m большое. Во втором случае ускорение a будет равняться Сила натяжения верхней нити минус силы тяжести m малое g и минус силы натяжения нижней нити. Знаменатель m малое. Заметим, что левая часть у нас равна. Приравняем по левой части. Приравняв, получаем Сила натяжения минус m большое g, знаменатель m большое. Все это равняется Сила натяжения верхней нити минус силы тяжести m малое g И минус силы натяжения нижней нити. Знаменатель m малое. Преопразуем получившееся выражение. Избавимся от знаменателей. Тогда у нас получается m малое умножить на скобку t минус m большое g. Все это равняется m большое умноженное на скобку Сила натяжения верхней нити минус силы тяжести m малое g И минус силы натяжения нижней нити. Чтобы выразить силу натяжения нижней нити, нам нужно раскрыть скобки. Раскрыв, получаем m малое t минус m малое m большое g Все это равняется m большое t верхнее Минус m малое умноженное на m большое g И минус m большое t Перенесем все слагаемые без t верхнее влево. Тогда у нас получается m малое t Все это равняется m большое t верхнее Заметим, что в левой части m малое m большое g взаимуничтожаются Тогда у нас получается М большое Т верхнее равняется М малое Т плюс М большое Т. Выразим отсюда силу натяжения верхней нити. Т верхняя будет равняться. В правой части мы можем вынести общий множитель сил натяжения нижней нити Т. Тогда от первого слагаемо ставится М, а от второго М большое. Знаменатель М большое. Запишем ответ. Сила натяжения верхней нити равно силу натяжения нижней нити умножить на скобку М малое плюс М большое. Знаменатель М большое. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.